Наша телевизионная портретная галерея героев производства пополняется с каждым днём. Это логично. И сами трудовые соревнования и звания лучшего по профессии задумывались как дополнительная форма мотивации передовиков. Равняясь на лучших, подтягиваются и остальные. Наш очередной материал о бригадире участка готовой продукции листопрокатного цеха номер 4 Андрея Соловьёве. Молодому специалисту всего 29 лет, но он уже успел снискать уважение у подчинённых и признание у руководства. Игорь Гурьянов продолжит. Так часто бывает на промплощадке. Смотришь, как снуют краны, как идёт отгрузка, меняются вагоны, складывается впечатление, что всё происходит само собой, без участия человека. Впечатление обманчивое. Результат автоматизации производства на самых ключевых его участках. Без человека всё это умное железо безнадёжно глупеет. Андрей Соловьёв пришёл на комбинат в 2014 году. Настояли родители. Предпочёл вот этот, более чем хлопотный участок 4 ЛПЦ. Спокойной работе в частной компании. На вопрос, почему, отвечает лаконично. Здесь лучше. Собираю, комплектую вагоны нормы по заказу, по сортаменту, по ГОСТам. Отгружаю вагоны, ну и отправляю потребителя. Наше дело только отгрузка. Нам сбыт предоставляет заказы, в которых идёт сортамент, который необходим, а мы уже подбираем металл. На первый взгляд и делов-то отмечать мелком пачки с прокатом. А теперь внимание! За смену только одна бригада под руководством нашего героя отгружает 27 вагонов, каждый более 60 тонн. Потребитель широк, от трубников до автопрома. Бригадир, на взгляд, может определить и тоннаж пачки, и толщину листа, и даже угадать заказчика. Сын трудных ошибок, опыт, не раз позволял Андрею занимать пост сменного мастера. Говорит, справлялся неплохо. Но, как в большинстве наших портретных эскизов, в первую очередь хвалит не себя, хотя, заметим, есть за что, а своих товарищей. Бригада дружная, начиная от подкрановых и заканчивая начальниками. Все друг друга уважают. Взаимоуважение, взаимовыручка всегда есть. Через год Андрей станет дипломированным инженером-прокатчиком. Закончится его студенческая заочная юность. К вопросу о дальнейшей производственной карьере подходит философски. Жизнь покажет. Куда как более категоричен он в отношении смены работы. Нет, не планирует. Всего два слова. Работа нравится. А сколько смыслов и содержания вкладывают наши герои в эту фразу, часто теряясь в формулировках. Это тоже логично. Работу надо работать, а не разговоры разговаривать. В первую очередь коллектив. Это нравится. То есть работать. Всегда друг друга поддерживаем. То есть где-то и шутим друг над другом. Зарплат, конечно. Почему нет? Тоже одно из главных. Ну и руководство. Тоже хорошее. Поэтому здесь нравится работать. Снуют по пролетам и дюстажа четвертого листопрокатного магнитные экраны. Как ватные залетают пачки металла в вагоны, каждая по 5 и больше тонн. Магнитка отгружает продукцию потребителю. Качественную в срок по адресу. Как правило, без рекламации. Потому что работают здесь Андрей Соловьев и такие, как наш герой. Не умеющие себя хвалить. Не фанатики с горящим взором. Не герои вовсе. Точнее так. Не считающие себя героями. Просто лучшие в профессии. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко. Телекомпания ТВИН.